Снимаем рекламу ЦУМа. Называйте любую песню, мы исполняем. Один миг с тобой, чего только стоит. Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов, это канал Хижина Музыканта. Делайте себе быстрее чаек, потому что сейчас будет полезно-развлекательный контент. Гитарист поет песни в необычных местах. Забежим в кафе, музыкальный магазин, а также дорогущий бутик Москвы ЦУМ. И резко запоем. Самое интересное в конце, поэтому досмотрите. Обязательно поставьте лайк прямо сейчас, напишите комментарий и приятного просмотра. Как вы знаете, Раим у нас пианист, но невозможно же таскаться с фортепиано или синтезатором на улице. Какое мы решение придумали? Я подумал, что очень классно. Есть инструмент такой, мелодика называется. Это как в лейте, только с клавишами. Поэтому мы решили ее купить прямо сейчас на ваших глазах. И сыграть прямо в магазине на этом инструменте. Да. Да, погнали. Во-вот-вот-вот-вот будет. Пять у него будешь тратить, что ли? А твоя сколько с тобой? Моя, я что-то за три попал. Ну, блин, стоит того. Ребята, у вас есть более дешевые мелодики? Или только две? Да, только эти. А можно тут за пять посмотреть? Да. Тут немножечко поснимаем. Вы не против? Мы поиграем, мы блогеры. Да, снимать там без проблем. На самом деле мы купить хотим мелодику. Просто оказывается она... А трубка есть к ней? Как ты будешь? Трубка прилагается сюда. Она же вообще в этом будет. Ну, где трубка же должна? Ну, там-то нет, там комплект. Но сейчас, так как у нас пандемия, мы не разрешаем дувать в разных средствах. А как он будет проверять инструмент? Ну, согласен, да, странная ситуация. Нет, ну, мы купим, как бы, если он работает, все нормально, мы здесь посмотрим. Вот давай, возьму я гитару, протестим звучание мелодики. Пожалуйста, брать настрой. Поснимай людей, как я запою. Повернись сразу. Спрашивали у продавцов. Ну, каким? Я не смотрю, не я спрашиваю. Да, я вам директор в магазинах, да, я не понимаю, что здесь происходит. Как вам? Меня Александр зовут. Я вот Сергей. Я вот Сергей. Что здесь происходит? Для кого это съемка? Музыкальный канал. Фижина музыканта. Ну, мы посетителям не мешаем. Это можно будет где-то увидеть? Да, конечно, канал хижины музыканта. Друзья, вы знали, что в хижине музыканта есть очень много разных музыкальных инструментов? Погады. 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 А, ты тоже хочешь играть на гитаре? Блин, а что раньше не сказал? Благо сейчас технологии позволяют, и можно не ходить в музыкальную школу, а просто скачать приложение Timbro на ваш телефон. Прикиньте, приложение слышит все, что вы играете на гитаре, поэтому просто нужно повторять все, что вот здесь прыгает, появляется. А прикиньте, если эту мелодию сыграть на гитаре с перегрузом? Какой будет жирный звук? Главное, открывайте приложение каждый день, занимайтесь минут 20, играйте вот эти мелодии, аккорды, гамма, и тогда прогресс у вас пойдет. Ссылочку на приложение оставлю в описании под видео, качайте, становитесь лучше. В общем, Раим нашел фортепиано возле одного кафе, сейчас наша задача без слов просто ворваться и спеть красивую песню и записать реакцию людей, то есть делать им сюрприз, людям, которые сидят на улице и кушают. Погнали. Здравствуйте. Да? А внутри что ли он? Нет. Давай, давай, погнали. Все, резко. Уйди, ты. Готов? Да. И стул только на улице. Нет. Я в моменте, и пролетяй, который день я не заметил, на своих двух у меня навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскрасим серый Питер, подарим ему улыбку. Я в моменте, извините, не пишите, не звоните, нет. Каким бы трудно ни был, пусть иду, куда глаза глядят и кудо ноги ведут. Девчонки, есть какое-то предпочтение? Можем сыграть. Бесплатно, в смысле. Ну, какие песни любите? Да, да, русская. Ну, просто кого слушаете, назовите любимого артиста. Мне нравится Хамалина Гагарина. Ага. Еще кого? С Хамали. С Хамалина Ваи? Да. Ну, давай. Отличный вылайн. До минори. Да. Готов? Припев. Да, сразу. Раз, два, три, кавычки, сигаретой спичкой, и до тла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему, как птичка, позовет, и ты опять сорвешься. По-любому знаешь, дура, потому что по ночам подружку плачет и опять скучает о нем. Не звонит и пусть вновь 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 сердце пусто, плачет и опять скучает о нем. Скучает о нем, дура, потому что опять в эту ловушку скучает о нем, дура, потому что ты мой игрушка. Нормально? Спасибо, друг. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Если вы еще не слышали трек «Где моя юность», послушайте на любой музыкальной площадке в полном виде. Ссылочку для удобства оставлю в описании под видео. Самая главная новость. Уже 15 октября выходит мой альбом «Время юности» совместно с Никитой Марвелос. К нему мы готовились целый год, придумывали, записывали треки. Ух, вам понравится. Это событие года. Здравствуйте. Снимаем рекламу ЦУМА. Называйте любую песню, мы исполняем. Любимый артист есть у вас? Вся на СИО. Да, да. Реклама ЦУМА. Вся на СИО. У нас есть информация. Ну, у нас есть. Вы из нашего маркетинга ЦУМА? Конечно. Нам нужно один фрагмент, и мы уходим. Ну, просто у нас, у нас же сразу какое-то взаимодействие в маркетинге с нашим государством. А, ну, как бы, да, это импровизация больше, но мы... Нам все равно надо быть к этому готовы. Мы узнаем, у нас официальная демок. Ну, давайте уточняйте, конечно. Хорошо, спасибо. Ну, ты с той песней. Да, в итоге называйте. Ну, ладно, хорошо. Пойдем к пятачку. Ну, а ты думаешь, что я за контент, который ты снимал, ничем? Вообще не будет, что мне может быть. Не запрещено торговый центр снимать. Это просто вот эти загоны людей. Я сам вообще в шоке был, когда мы сюда зашли. Я думал, это ТЦ, оказывается, это ювелир какая-то вообще. Ты просто сыграть. Ну, понятно, что, ну, этот, стрёмно. Ну, контент такой делается, понимаешь? Люди обычные никогда не будут здесь, поэтому ты необычный. Пойдем. Классно смотришь здесь, как команда, кстати. Давай мы уже много ходим, где-то посередине встаем и играем вот здесь. Погнали. Ну, ладно, ля минори. Если бы тогда меня спросили, где я буду через десять лет? Те горы, предкоторые небесильны, и города, где максимум места нет. Если не найду пути обратно, назад вернусь, хоть через южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас, тем более, стань же моей рукой, стань, моя жизнь такой. Один миг с тобой, чего только стоит. Друзья, к чему приводят мечты? Я наконец-то купил машину своей мечты, это Бентли. Да у нас тут похожая какая-то шутность. Поэтому снимайте видосы, учитесь играть и петь по моим видеокурсам. Они находятся в описании под видео, и ваши мечты сбудутся. Погнали. Ребят, ну я сейчас сам немножко в шоке, конечно, от того, что мы сделали. Я думал, это вообще торговый центр, а он оказался каким-то парфюмерно-ювелирным магазином. Ну, а если по-честному, какие эмоции застали? Страшные, страшные, конечно. Почему? Потому что, мало ли, вы были в полиции, но всякие вот эти разборки, их не хотелось. Ребят, можешь с вами кусочек видео записать? Денег не прошу. Конечно, давайте. Давай, любимого артиста называйте? Макс Корж. Макс Корж, давай. Малиновый. Что поем? Малиновый закат. Закат или рассвет? Ха-ха. Давай. Ну, подпевать, да? Погнали. Давай. Малиновый закат. Малиновый закат. Мы споем, и споем, и свалим. Мы споем любую песню, которую вы видите. Может, все и все. Перепь. Джакалиба? Блин, что сегодня она к Джакалибу потянула? Ну, если ту не берем, то, может, эту здесь. Давайте споем Джакалиба, да? Погнали. Холодными метрами между строк мы теряем контроль. Давай по новой, Миша. Все х**я. Ребята, а вы бы смогли взять и спеть песню в необычном месте, где, типа, не принято шуметь? Напишите в комментариях. Если выпуск реально вам понравился, поднял вам настроение, скрасил ваш вечер, просто поставьте лайк, и это будет очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!